То есть буквально возможно создание реальной физической системы, которая будет перемещаться в пространстве в пределах до половины скорости света, и человек в рамках такого устройства не будет подвержен никаким перегрузкам. Кроме того, гравитационное отсечение в физическом смысле это глубокое структурное воздействие на время. Это практический доступ к технологиям воздействия на время в замкнутом контуре. В современных физических воззрениях бытует наивная точка зрения о том, что теоретически возможны перемещения в прошлое. На самом деле перемещение возможно только вперед в будущее. Вернуться из будущего невозможно в принципе. Обратное движение во времени выглядит иначе. Для наградности рассмотрим обе возможности. Пример первый. Вы вошли в контур в течение времени, в котором замедлено, например, 1 к 1000. Прожив в контуре минуту и выйдя из него, вы попадаете в будущее. А 1000 минут от точки отсчета. Из данных примеров наглядно видно, что хоть в наличии имеются и две возможности перемещения во времени, но ни одна из возможностей не позволяет вернуться в прошлое. Путешествие в прошлое невозможно в принципе, но это при наличии соответствующего устройства совершенно не мешает 2 месяца в своем измерении собирать стартовавшие боеголовки соперника, которые в зиму летят полчаса. Это технологически достижимо уже сегодня. Что реализация сверхтехнологий означает на практике? Прежде всего речь идет о технических устройствах, способных перемещаться со скоростью 1-2 скорости света и выше, вплоть до 2-3 скорости света, безо всяких перегрузок для пилота. Ни одна современная система технологически не может конкурировать с подобными устройствами. Самая современная авиатехника одномоментно выпадает из всяческой конкуренции. Ей просто недоступны такие скорости. Представьте воздушный бой, при котором с одной стороны обычные боевые пусть и с очень современной самолеты, пилоты, которых получают перегрузки при манерах, и с другой стороны летательные аппараты, в которых перегрузок нет и практически нет ограничений по скорости. Ни о каком реальном сопротивлении в такой ситуации говорить не приходится. Вообще, в рамках околоземного пространства такие скорости излишни. С такими скоростями разумнее сваивает дальний космос. Вторая подробность. Так называемый гравитационный щит. От аэродинамики подобных устройств заботиться в принципе не требуется, в аэродинамическом смысле форму корабля определяет буквально капсула, состоящая из силового пуля и всего того, что в этом поле находится, всего того, что эта пуля тащит вместе с кораблем. Ограничений посреди никаких нет. При входе в атмосферу никакого сопутствующего горения наблюдать мы не сможем. Капсула не имеет жесткого контура, обеспечивающего трение. Корабль с равным успехом может перемещаться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, так и под водой. В одном случае он окружен капсулой из воздуха, в другом капсулой из воды. При этом капсула выполняет роль тарана. Формально даже нет ограничения и на перемещение в твердых породах, как это фантастически и не звучит. Обшивка корабля не будет повреждаться, она даже в привычном смысле не будет контактировать со средой. Кроме того, сбить такой корабль современными боевыми средствами не представляется возможным. Любой боезаряд встречает капсула. По сути, вязкая стена, поглощающая все механические воздействия. Характеристики поля таковы, что пробить ее механически невозможно в принципе. В силовом плане картина следующая. Предположим, некий объект, пускай это будет кушечное ядро, встречным курсом на большой скорости приближается к кораблю столкновение неизбежно. По мере приближения объект начинает испытывать все большее воздействие сил гравитации, направленных навстречу. Сила увеличивается обратно пропорционально к квадрату расстояния. В конечном итоге наш объект, так и не приблизившись к обшивке корабля, вязнет в капсуле и соскальзывает в сторону. Сам корабль и все, кто в нем находится, при этом могут даже не ощутить это внешнее воздействие, поскольку речь идет не о поле, генерируемом самим кораблем, а о отсечении внешнего поля. Того поля, которому пронизано все пространство, а того поля, которое создается именно комплексом небесных тел. Именно с этим измененным внешним полем контактирует любое внешнее тело, приближающееся к кораблю. Это силы практически неимоверные. Причем в анирегитическом плане это неисчерпаемый источник энергии. В результате данного потребления энергии мы ничего не утратили. В результате данного потребления энергии мы буквально на микродолю замедлили общий разлет нашей Вселенной. Причем разлет замедлился на самое трудно вычислимое значение, а вся энергия досталась нам. Это неисчерпаемый ресурс. При таком энергетическом ресурсе мы можем осуществлять буквально что угодно. Мы можем перемещать материки, перемещать планеты. Мы можем обеспечивать энергией все потребности человечества. Почему это доступно уже сегодня? Потому что мы знаем все про это поле. Никакой скрытой недоступной информации нет. Мы знаем все. Есть два пути реализации. Если просто взять и опубликовать всю информацию, то реализовать проект сможет практически любое государство уже в течение нескольких лет. Если мы осуществим закрытую разработку в рамках нашего государства, это опережение над другими государствами порядка 80-300 лет в технологическом развитии. Это серьезные цифры. Мы можем в короткие струки стать самым богатым государством с полным технологическим опережением конкурентов. Кстати, объекты, перемещающиеся на подобном принципе, наблюдаются и фиксируются учеными как НЛО. Но физику этих явлений некоторые ученые реагируют следующим образом. Чур меня не может быть. Однако явление имеет вполне объяснимую физическую природу. И вне зависимости от того, верим мы в существование НЛО или не верим, сам принцип подобного перемещения в пространстве физически реален и технологически достижим уже сегодня. Мы уже сегодня можем изготавливать и использовать данное техническое устройство. В наличии имеется полная исчерпывающая теоретическая база по данному направлению. Необходимо только преодолеть затянувшееся академическое слабоумие на всех уровнях. Если мы расположим в пространстве подобные технические устройства и начнем воздействовать на базовое вселенское гаитационное поле, начнем изменять показатели ОНОВА хотя бы на незначительную долю процентов в одном из направлений, то все тела, находящиеся в этой области, будут подвержены воздействию. Вне зависимости от того, насколько велика их масса, тела устремятся в заданном направлении. Количество масс в этой схеме действительно не является определяющим, поскольку работу исполняет не наша частная, а базовое вселенское поле, которое мы лишь незначительно изменили. Если мы развернем подобный контур, например, возле Меркурия, Меркурий устремится в нужном нам направлении. Если мы развернем подобный контур возле Сатурна, начнет перемещаться Сатурн. И это реалии сегодняшнего дня. Это технически достижимо на всех этапах от построения устройств до любых последующих действий. Мы можем отводить от Земли любые астероиды, и нам не требуется ничего взрывать. Мы можем монопольно использовать данные технологии. Что такое гравитационные установки? Требуемая эффективность гравитационной установки достаточна для преодоления земного притяжения. В рамках классической наивной теории для отрыва корабля от Земли требуемая эффективность гравитационной установки составляет больше единицы или 100% и выглядит следующим образом. Простыми словами, для отрыва от Земли мы должны преодолеть земное тяготение. Для этого необходимо построить устройство, воздействующее на гравитационный спектр, на гравитацию. То есть, если мы встали на некую площадку, ограничивающую тяготение, то эффективность ограничения должна составлять минимум 100%, но мы при этом не получим вектора на отрыв от Земли. Достигнув эффективности 100%, мы лишь достигнем невесомости, силового равновесия. Чтобы взлететь, требуется еще какая-то доля процента. Кроме того, практика показывала, что эффективность в виде 100% недостижима. Но в реальности, по действительным физическим проявлениям дела, обстоят в принципе не так. Гравитационный потенциал базового поля константа. Требуемая эффективность гравитационной установки, показатель, отражающий необходимую меру использования в процентах физического явления для достижения заданного результата, рассчитывается как за эффективность требуемого в процентах отношения массы из Земли к массе большего из известных наблюдаемых физически возможных тел. Требуемая эффективность в этом случае составляет малые доли 1%, то есть имея достижимое на практике значение. Все, что вы услышали, подтверждается экспериментами и математическими расчетами. Имеется полная доказательная база. Предоставленные материалы для физического отделения ран разгромны. По данным фактам ни один академик не сможет возразить ничего вразумительного. Потому что дела обстоят именно так, как мы описали. Правда на нашей стороне. На проверку получается. Прямого тяготения нет. Темной материи и темной энергии нет. Большого взрыва нет и быть не могло. Пространственная концепция, а то несостоятельная. Векторная алгебра с одним глазом. Квантовой теории гравитации толковой нет и не было никогда. Теории времени нет. Ну и что есть у современной академической науки? Физика от Ганса Христиана Андерсона. Представьте, что вы пекать и печете хлеб в 11 веке. Вам без разницы, какие минусы и какие силы куда направлены. Но если ученые эти плюсы растаят верно, то когда-нибудь наступит момент, когда вы не будете пихать в топку дрова, и хлеб будет выпекаться на электричестве. С электротеорией так и произошло. Плюсы и минусы растаяли верно. Мы имеем, что имеем. В гравитации плюсы и минусы растаять не смогли. В результате этого нет никаких антиграбов ни других устройств. Из-за того, что минусы расставлены не так, все гравитационное кажется фантастическим. Таким же фантастическим, как электричество оказалось недостижимым пекарем 11 века. Если вы современный пекарь и вы отдадите сына в физический вуз, то ему там сломают мозг. Он перестанет понимать, что силой есть величина положительная. Он перестанет понимать еще много важных вещей. И все потому, что из одного несчастного минуса пришлось изуродовать половину физики. Современные ученые не понимают совершенно простых вещей. Что силами притяжения изнутри не заставить разлетаться даже колготки. И что если Вселенная разлеталась бы по версии Большого взрыва, то не смогли образоваться никакие орбиты. И что если силы не возвращает тело на орбиту, не будет никакой орбитальности. То есть ваш сын придет из вуза со сломанным мозгом и будет рассказывать глупости, такие же, как в 11 веке, по аналогии, что Земля плоская, стоит в центре мира. Сегодняшние студенты реально верят, что если смотреть вдаль при помощи очень мощных приборов, то можно увидеть свой затылок, поскольку пространство воистину искривлено. Теперь о том, как работает бюрократическая система. Выясняется, что в данной разработке действительно легче продать за рубеж, чем реализовать в нашей с вами стране. Наша чиновничья настройка в системе науки и образования душей в принципе не ловит. Разработка осуществлена на территории России. Россия может монопольно обладать данными технологиями, но чиновники даже не в состоянии организовать экспертизу данного направления физики. На сегодняшний день в физическом отделении РАН нет ни одного специалиста в данной области. Ни один чиновник от науки в принципе не компетентен даже понять, что собственно происходит. Ситуация на грани абсурда. Правительство России выделяет средства на поиск и разработку сверхтехнологий. На самом деле все уже давно есть в нашей стране. Но материалы годами путешествуют по чиновничьим кабинетам. Предположим, мыслительная активность чиновников от науки так и не позволит им понять, что собственно происходит. Предположим, эти стратегические разработки уйдут за рубеж. Их на практике реализует какая-нибудь другая страна. Например, Иран. Это невиданное по размаху расширение влияния. Не исключен сценарий, что через какой-то промежуток времени Земля будет называться Великая Исламская Планета Персия. И это не такой фантастический сценарий. О каких преимуществах идет речь использование принципиально нового энергетического ресурса, не имеющего с точки зрения современных рыночных отношений какой-либо материальной ценности. 2. Практически полное отсутствие затрат по добыче и доставке энергоносителя к производящему энергию устройству. 3. Отсутствие практических и технических ограничений на объем производимой энергии. 4. Возможность создания компактных энергоустановок чрезвычайно большой мощности, многократно превышающих энергетические возможности устройств ядерного и других типов. 5. Возможность полной монополизации секторов высокотехнологического рынка, рынок энергетики, рынок космотраспорта, вооружения и т.д. Мы открыли малую часть информации. Часть информации по проекту доступна в интернете. 6. Расчеты, формулы эксперимента. Дела обстоят еще более интересны. С вами был Виктор Катючек. Следите за нашими публикациями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok